Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь датчика температуры выхлопных газов и GT-прерывистый блок 1 датчик 2 Что это значит? Это универсальный код трансмиссии, что означает, что он применяется к большинству марок, моделей, выпущенных в 1996 году, бренды могут включать в себя Ford, Dodge, Ram, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, GMS, Chevrolet, Smart, VW, Audi и т.д. Однако конкретные шаги по устранению неполадок могут отличаться в зависимости от автомобиля, этот диагностический код неисправности, DTS-P2085 относится к состоянию датчика и GT, температуры отработавших газов, расположенного в трубе после каталитического нейтрализатора, датчик номер 2, его единственная цель в жизни, защитить преобразователь от повреждений из-за чрезмерного нагрева, этот код означает, что цепь имеет состояние прерывистой неисправности, этот код неисправности P2085 относится к банке номер 1, это сторона двигателя, которая содержит цилиндр номер 1, датчик и GT используется на большинстве поздних моделей газовых или дизельных двигателей, это всего лишь термочувствительный резистор, который преобразует температуру выхлопа в сигнал напряжения для компьютера, он получает сигнал 5 вольт от компьютера по одному проводу, в то время как второй провод заземлен, чем выше температура выхлопных газов, тем меньше сопротивление заземлению, что приводит к более высокому напряжению, наоборот, чем ниже температура, тем больше сопротивление, приводящее к более низкому напряжению, если двигатель распознает низкое напряжение, компьютер будет изменять время двигателя или соотношение топлива, чтобы поддерживать температуру в допустимых диапазонах в преобразователе, пример датчика температуры выхлопных газов и GT, в дизеле и GT используется для определения времени регенерации DPF, сажевого фильтра дизельного топлива, на основе повышения температуры, если труба без трубопровода была установлена вместе со снятием каталитического нейтрализатора, то, как правило, не предусмотрено положение для и GT, или если оно есть, оно не будет работать правильно без противодавления, это установит код, симптомы, загорится индикатор проверки двигателя, и на компьютере будет установлен код P2085, Никакие другие симптомы не будут легко узнаваемы, потенциальные причины, причинами этого кода неисправности могут быть, проверка на наличие ослабленных или корродированных разъемов или клемм, что часто имеет место, обрыв провода или отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию непосредственно на землю, возможно, неисправен датчик, Хотя маловероятно, что компьютер вышел из строя P2085 процедуры ремонта, поднимите автомобиль и найдите датчик, для этого кода он относится к датчику банка 1, который является стороной двигателя, которая содержит цилиндр номер 1 Это между выпускным коллектором и преобразователем или, в случае дизеля, перед дизельным сажевым фильтром DPF, он отличается от датчиков кислорода тем, что это просто штекер с двумя проводами Автомобиль с турбонаддувом будет иметь датчик рядом с входом турбонагнетателя Проверьте разъемы на наличие неисправностей, таких как коррозии или ослабленные клеммы, следуйте за косичкой до ее разъема и проверьте ее, ищите признаки отсутствия изоляции или оголенных проводов, которые могут закорачиваться на землю Отсоедините верхний разъем и снимите датчик EGT, проверьте сопротивление амметром Исследуйте обе клеммы в разъеме, хороший EGT будет иметь около 150 Ом, если сопротивления очень мало, заменить датчик ниже 50 Ом Используйте фен или тепловую пушку и нагрейте датчик, пока смотрите ометр Сопротивление должно падать при нагревании датчика и повышаться при охлаждении, если нет, замените его Если к этому моменту все было хорошо, включите ключ и измерьте напряжение на стороне двигателя от косички, на разъеме должно быть 5 Вольт Если нет, замените компьютер Другая причина установки этого кода – замена каталитического нейтрализатора в пользу системы обратной связи В большинстве штатов это незаконная процедура, которая наказывается крупным штрафом, если его поймают, рекомендуется проверить местные и государственные законы, касающиеся удаления этой системы Поскольку она допускает неконтролируемые выбросы в атмосферу, это может сработать, однако каждый обязан вносить свой вклад в поддержание частоты атмосферы для будущих поколений До тех пор, пока это не будет восстановлено, код можно сбросить, купив резистор 2,2 Ом для замены кармана в любом электронном магазине Просто утилизируйте датчик EGT и подключите резистор к электрическому разъему на стороне двигателя Оберните его лентой, и компьютер убедится, что EGT работает правильно